всех приветствую дорогие друзья и сегодня у нас на обзоре вот такая мышь скажите док у тебя же уже была logitech g502 на обзоре была на самой первой ревизии тогда когда свет увидел в именно 502 мыши от logitech pixar тасский 33 66 и на тот момент это произвело просто неизгладимое на меня впечатление это просто несмотря на то что на тот момент был 39 88 так по моему он у рейзера был 33 66 просто взорвал мой мозг и взорвал мозг многих людей и до недавнего времени я считал что хиру и будет в чем-то дополнять pixar и вроде как должно это быть проводные pixar беспроводные хиру но это понятно и он энерго не затратен совершенно но как оказалось даже проводные решения logitech вводит на свою собственную разработку соответственно теряя такого мощного клиента который по объему закупок сенсоров pixar был чуть ли не на первом месте в мире два развития событий или pixar постарается дополучить прибыль увеличив цены на сенсоре что маловероятно или просто дополучив прибыль он решит объемами продаж другим компаниям соответственно мышей на топовых сенсорах pixar мне очень бы хотелось чтобы было гораздо больше стоили они дешевле ладно 502 здесь заявлен хиру и вроде как мы видим что кабель изменился и изменился намного в лучшую сторону но давайте по порядку снизу у нас ждет та же самая система ножек с непонятным огрызком треугольном в верхнем левом углу по большому счету зачем там ножка ну наверное чтоб не терся ковер а вот это вот интересную поверхность открывается все тут здесь места по 5 грузиков весом 3 6 грамм каждый а я напоминаю что без грузиков и без кабеля эта мышь весит 121 грамм очень такие приличные что называется цифры крышка это на магните в общем-то по большому счету ничего экстраординарно нового в ней нету тоже самое то же самое продолжение крыла и выступа под большой палец пазики везде для снятия ножек есть ножки на самом деле не очень более пластиковые более хуже полируются и как вы видите при использовании они покрылись всякими неровностями и буграми защита от перегиба мощная высоко поднимается над ковром а сам кабель раза полтора-два стал тоньше вы понимаете несмотря на достаточно мощную оплетку сам кабель внутри он в разы просто в разы легче и в разы эластичнее ну конечно да рейзер до садар он не дотягивает однако он очень близко к ним подошел и с учетом веса 121 грамм этот кабель мыши совершенно не мешает он хорошо распрямляется и никак из себя всякие там крючки которые цепляются за все на столе не представляет касаемо формы и материалов да здесь ничего не изменилось тот же самый логотип тот же самые та же самая резина по бокам с такими треугольничками мне нравится эта фактура она реально цепкая сверху у нас матированный но такие вот пластик обилие глянцевых элементов и углубление и щелей в которой естественно будет набиваться грязь так что это стоит иметь ввиду огромное количество кнопок кнопка изменения работы колеса а я напоминаю что здесь колесо осталось тоже металлическое не полая на оптическом энкодере и с боковыми нажатиями соответственно двумя видами прокрутки вот она крутится по моему может бесконечно долго крутится а вот они отсечки при том что эти отсечки если сильно крутануть все равно его можно использовать прям вот для скролла сторониц сам мотор главный его минус из-за того что она тяжелая из-за того что она имеет этот механизм бесконечной прокрутки из-за того что здесь и боковые нажатия погремушкой таки она все-таки осталось форма здесь только для трех типов хватов это они такие два основных и один промежуточный ладонный пальцевый и ладонно пальцевый когтем эту мышь держать не получится только если у вас рука баскетболиста плюс ко всему она достаточно тяжелая положение боковых кнопок ну идеально подходит под оба вида и один промежуточный хват тянуться можно до передней боковой и задней боковой кнопки абсолютно без проблем кнопка sniper button лично меня не напрягает но у меня большой палец относительно короткий если у вас вы предпочитаете ладонный хват и палец у вас длинный стопудово в sniper button она будет упираться кнопку можно отключить две дополнительные кнопки с левой стороны мыши около левой основной шутер кнопки и по большому счету кто-то говорит я на них случайно нажимаю но вот честно я на них случайно не нажимаю здесь имеется ложбинка палец в нее отлично ложится однако эти кнопки тоже можно выключить но самое интересное что поблизости к шутер кнопки по умолчанию вот эти две кнопки отвечают за смену dpi это просто архи глупо лучше сделать цикл dpi на sniper button что касается сборки да по большому счету здесь все осталось прежним вы знаете к самой сборке вообще никаких претензий нету все подогнано идеально зазоры равномерные все чики-пуки но вот конструктив знаете что у нас больше всего бесило в 502 этого большому счету осталось спасибо конечно что относительно 903 на шатание из стороны в сторону панели никак не изменились вернее стали в лучшую сторону но 502 тоже особо этим не страдала но 903 конечно ох ох однако вот эти вот дребезжа не из-за того что панели как бы нависают и лежат вот просто вот на толкателях ну здесь это осталось единственное что возникнуть проблемы могут только если у вас очень потные руки и ваши пальцы прилипают к панели во всех остальных режимах использования вам это не доставит каких-либо затруднений то есть мы выяснили что здесь классное абсолютно колесо но болтается мы выяснили что здесь амрона на 50 миллионов нажатий но панели все равно постукивают вы давайте понажимаем никаких дополнительных призвуков нету и вы знаете клики у logitech мне всегда нравились ну потому что это отдельные панели по всей поверхности и площади этих кнопок нажатия хорошая уверенная четкая может быть на мой взгляд и мне доход не хватает такого четкого возврата но если бы был здесь такой грубый четкий возврат наверное эти бы панели стучали лишний раз поэтому ничего не будем здесь менять боковые кнопки я уже о них все сказал единственное нарекание к ним только в том что у них вокруг них огромное количество щелей в которой естественно будет забиваться грязь ну и сенсор hero о нем я уже много раз говорил здесь он на 16000 dpi и по большому счету вот лично мне он заходит на все сто процентов после 33 66 и даже 33 89 вы понимаете в чем фишка все технические характеристики у него просто эталонные на уровне топовых сенсоров от пиксар но субъективно воспринимается он чуть более резким чуть более отзывчивым чуть более скажем так лазерным что ли вот если вы помните вот эти вот лазерные мыши на 30 вернее на 9500 я уже их стал забывать там несмотря на свои свое обильное косящество по другим пунктам да там была и задержка высокая и так далее и там подобное само движение курсора она была какой-то вот дерганая быстро и здесь нет конечно такой дерганности и быстрости но вот вернее быстроты но аналоговости которая характерна 33 66 она здесь поменьше и он ощущается более лазерным это вот чисто субъективное восприятие по остальным объективным показателям абсолютно никаких проблем с этой мышью нет ну и в целом что сказать о мыши мы получили на самом деле продолжение которое должны были получить хороший кабель техническая составляющая осталась на прежнем высоком уровне спасибо что не усугубили и так недостатки даже не сборки а конструктива я понимаю что их решить по большому счету практически невозможно но честно у вас болванка на 903 она полая почему не облегчить колесо этих болтаний было меньше тем более колеса и болванки у вас уже готовы используйте их но нет по какой-то причине нет в остальном честно сказать мне кажется это переходная мышь я уже говорил это неоднократно эта мышь требует аккумулятора внутри сенсор хиру уже здесь есть и ждем перевода 502 в беспроводной режим это исключительно мои мысли это не инсайдерская информация но логически все к этому идет просто 7-мильными шагами я надеюсь вам понравился этот обзор всем спасибо за внимание и пока пока а а а а